Вот честно, ответьте, что вы делаете, чтобы снизить риск заболеть? Тщательно мойте руки, носите в кармане антисептик, не забывайте надеть маску. Да, кто-то скажет, что она не защитит от вируса, но зато у вас будет меньше шансов коснуться рта и носа. И это уже профилактика. Ольга Тульженкова работает в Гомельском городском центре гигиены и эпидемиологии. Она точно знает, как выполнять наши повседневные обязанности более безопасно. Руки обрабатываются со всех сторон, не забывая про межпальцевые промежутки и про большой палец. Таким образом, до полного впитывания антисептика. Затем после обработки рук мы надеваем маску. Маску за внутреннюю поверхность желательно не брать. Мы берем за наружную поверхность и петельками одеваем на уши. Поправляем здесь специальная такая пружинка, которая обеспечивает плотное прилегание. Одеваем маску так, и в таком виде мы можем маской пользоваться в течение двух часов. После этого ее необходимо заменить. Снять таким же образом и утилизировать путем упаковки хотя бы в пластиковый пакет, и можно утилизировать как бытовой отход. А марлевую маску можно носить дольше, да? Марлевая маска желательно тоже ориентироваться все-таки на два часа, чтобы не было никакой путаницы. Маску носим два часа. Идем к лифту. Вирус на железных предметах живет довольно долго. Не трогайте голыми руками кнопки или в перчатках, или тыльной стороной ладони. Меньше риска, что этой частью руки будете потом дотрагиваться до лица. Желательно использовать поверхности рук, которыми мы не дотрагиваемся до лица, до глаз, и которым потом, конечно же, после этих контактов необходимо обработать антисептиков. Это хотя бы таким образом. Если что-то касается более обширных поверхностей, да, можно использовать локти, можно использовать, ну, каким-то образом, если, допустим, дверь толкнуть, то можно плечом. Общественный транспорт. Понятно, что салоны сейчас тщательно дезинфицируют у кондукторов антисептики и маски. Но ведь людей там, особенно в час пик, довольно много. По возможности откажитесь от лишних поездок. А если никак не обойтись, помните о мерах защиты. Также лучше пореже ходить в магазины, запасаться на длительные время необходимыми продуктами, особенно теми, которые имеют большой срок годности, активно пользоваться доставкой на дом. Утром заказали, вечером курьер уже в дверях. Конечно, не в каждом населенном пункте это доступно, но где есть возможность, пользуйтесь. А если уж очень срочно идти в магазин в то время, когда народу мало, и лучше в большой. Там легче держать дистанцию между покупателями. Во всех магазинах сейчас обязательно должны находиться антисептики для покупателей. Не стесняйтесь спрашивать о них у продавцов. Если не смогли самостоятельно обнаружить эти средства в торговом зале. И вот еще один совет. Одним из способов обеспечить максимальную дистанцию между людьми в магазине – это использовать тележку вместо корзины. Даже не ориентироваться на количество продуктов, которые нужно приобрести. Потому что, как мы видим, ее размер автоматически нас отдаляет от всех людей, которые находятся вокруг. И это тоже является способом защиты от различных инфекционных заболеваний, которые при близком контакте могут передаваться. Во время съемки репортажа заглядываем в первую попавшуюся аптеку. Покупателей не так много. Тэй приходят в основном за масками и антисептиками. Маски в продаже четырехслойные марлевые. Также доступны и дезинфицирующие средства для обработки рук и поверхностей. Скажите, пожалуйста, люди активно спрашивают, пользуются, покупают? Покупают, да. Ну, без паники. Все в пределах разумного. То есть вы стараетесь, чтобы перебоя в аптеке не было, да? Да, поставки у нас регулярные. Количества, в принципе, нареканий нет. Итак, главные советы, которыми лучше не пренебрегать. Мойте как можно чаще руки, обрабатывайте их и свои гаджеты антисептиками. В общественных местах носите маску и меняйте ее каждые два часа. Поменьше ходите в магазины, по возможности откажитесь от поездок в автобусах и троллейбусах. И при любых тревожащих вас болезненных симптомах вызывайте врача на дом. Марина Джалая, Валерий Гопанько, Новости недели.